МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Покров Пресвятой Богородицы. С момента поведы России в Азове над турками более 400 лет назад икона Покрова Пресвятой Богородицы начинает особо почитаться казаками, а праздник Покрова становится одним из любимых. Под Покровом Царицы Небесной казаки не боялись ни вражеского огня, ни грозной стихии, переносили все испытания, защищая от врагов свою родину и православную веру. Накануне праздника Покрова вот уже более двух десятилетий ежегодно отмечают День Кубанского казачества. Во всех отделах Кубанского казачьего войска по такому поводу проводятся торжества. Праздничное утро восьми парадных расчетов Ейского казачьего отдела началось с молебна в храме Покрова Пресвятой Богородицы, станице Староминской. Всегда воинство должно быть готово к тому, чтобы, не дай Бог, в случае необходимости защитить свою как Магу, так и Великую Богу. И повторяюсь, молитвное обращение, молитвы, с каким мы сейчас обратились в Богу, совершив молебное пение перед началом всякого доброго дела. Вот это обращение всегда предаст еще больше сил, предаст крепости, предаст вам и любви к родине, и к участию. Дай Бог вам провести сегодняшнее мероприятие достойно, как и подобает казахам. После молебна торжественным маршем парадные расчеты проследовали к мемориальному комплексу, где начались праздничные мероприятия. Держи войсковой атаман, парадные расчеты казахского казачьего дела студентов, участников и воспитанников казачьих образовательных организаций для торжественного мероприятия, посвященного 323-й кадащине в дне образования кубанского казачьего войска и тех кубанского казачества построены за домом яйского казачьего дела Казаков кейского отдела приветствовали почетные гости праздника. Уважаемые старики, господа атаманы, дорогие братья казаки, казачьи, казачата, уважаемые жители и гости станицы. Ближе всего, я хотел бы в канун великого православного праздника Покрова Преста Богородицы поздравить всех вас с 323-й годовщиной со дня образования кубанского казачьего войска и днем кубанского казачества. Сегодня нам выпала честь второй раз за эти 10 лет принимать праздничные мероприятия всех районов кейского, исторического кейского отдела. Это большая часть для нас и этот праздник мы встречаем с вами год, когда отмечали и отмечаем юбилей наших исторических станиц станицы Староминской, станицы Канеловской. Под Покровом Престатой Богородицы, а это сегодня видно, что множество храмов у нас на нашей Кубани имеет название Покровские. Это и здесь в станице и Канеловская, и Каневская, и Капанская, и Вуманская предел Покрова Престатой Богородицы. И казаки не просто под удел Матери Божией стали, под ее Покров. Вот это именно антологическая связь она дает преодолеть голгофы, которые сегодня перечислялись. Трудности, проблемы, страдания и скорби казачьего народа. И когда говорят, что нет преемственности, есть. Господь милостью своей возвращает религиозные и культурологические святыни. А именно вот печать яйского казачьего отдела промыслом Божьим вернулась. Именно до революционно это и является преемственностью власти. У нас есть образ, войсковой образ яйского казачьего отдела, где как раз Пресвятая Богородица Покров и свой святой покровитель яйского казачьего отдела священномученик Иоанн Пригоровский, который также является молитвенным предстательством именно за яйский казачий отдел и за казачество. И хочу сказать, что духовность является залогом безопасности нашего общества. Это этот стержень и фундамент, который дает нам путь преодолеть вот эти все трудности, скорби и страдания. Божьей помощи всем нам многое и благое лето. Почетные грамоты, благодарности, войсковые награды получили лучшие представители казачьего сословия. Кадеты ейского казачьего кадетского корпуса под бой взвода барабанщиков выполнили показательную фланкировку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Официальная часть завершилась торжественным парадом. В строю чеканили шаг не только казачьи расчеты ейского отдела, но и кадеты, ученики казачьих классов, воспитанники военно-патриотических клубов, казачата детских садов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Праздник продолжился в стилизованных куренях, где радушные хозяева встречали гостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Об истории казачьих семей куманского войска можно было узнать в каждом подводье. Мой дедушка Иван, он погиб в Венгрии, он так и не пришел. И прабабушка, моя бабушка так и доживала по себе всю жизнь. Бабушка занималась именно хозяйством. Она обживала, она ткала ковровые дорожки дома, занималась учебой с детьми. Ну вот, я тку дорожку, станок заправлен, ситцевые ткани режем на полосочки, сворачиваем, скручиваем и ткем вот такие цветные дорожки. А дедушка уже именно по хозяйству занимался. Повезти на рынок, что какие-то излишки продать, что-то купить, моку смолоть. Все такие работы, которые тяжелые для мужчины, он уже выполнял. Но это уже было после войны. Мы с мужем живем 32 года. У нас двое детей замечательных, уже внуки. Но то, что сказал папа, это святой сын. Офицер звонит, папой советуется. Потому что у нас папа, ну действительно, он все. Вот мы прибыли в станицу Староминскую отмечать очередной праздник Кубанского казачьего войска. Здесь с нами, Кущевским районом, представлен стенд о Великой Отечественной войне. На территории нашего района происходило много событий. Одно из значимых событий в истории Кубанского казачьего войска – это первые бои 17-го казачьего кавалерийского корпуса. И этот первый бой корпус принял на рубеже Санис-Канеловская, Шкуринская и Кущевская. Когда немцы захватили во второй раз город Ростов-на-Дону и войска двинулись немецкие в южном направлении, то на пути наступающих немецких войск стали казаки. Выполняя приказ командования, они грудью стояли четверо суток, защищая наши земли, не давая врагу развивать наступление. Не надо говорить о том, насколько важны были в то время тяжелые для нашей страны эти четыре дня. За эти четыре дня наши части, отступающие, некоторые даже панически, сумели себя как-то привести в порядок и в дальнейшем оказать достойное сопротивление. И я считаю, что 9 октября 1943 года, когда был освобожден, освобождена наша Кубань, то первый камень победу на Кубани наших войск был заложен именно здесь, казаками, именно на этой Кущевской, Староминской земле. Пока старшее поколение развлекалось в курнях, молодежь состязалась в казацкой уголе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владение холодным оружием в 21 веке сейчас у нас не является чем-нибудь особенным. Сейчас у нас воюют с автоматами, пулеметами, артиллерией и тем прочим. Шашка также является, это как и дань традиции, как владели деды. Все-таки владение холодным оружием это закаляет дух. Владение шашкой казачьей тренирует сердечно-сосудистую систему, выносливость и как человек может развить себе еще и акробатику, верхнюю и нижнюю при помощи этого оружия. Не только применение планкировки и всего прочего. Также владение традиционным видом казачьего оружия не только шашкой, но и пикой, нагайкой и всем прочим. Отвлекает нашу молодежь от занятия курением, алкоголем. Это приближает человека к спорту. ПОДПИШИСЬ! 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 И как не вспомнить в этот день слова казачьего поэта Николая Туроверова, который писал о защите и помощи Царицы Небесной тем, кто обращается к ней с верой в ответ на его труды и молитвы. Но покуда веет вольный ветер и в степи колышется трава, будет снова чудо на рассвете на казачий праздник Покрова.